В данном видеоуроке поговорим о таком принципе мышления, как визуализация грифа. Соответственно, это видение конкретных форм, я не говорю, еще раз повторюсь, как это было в прошлых занятиях, о формах музыкальных, а о формах, которые мы видим статично на грифе в виде каких-то типов аппликатур. Вот это, допустим, мажор, это, к примеру, минор, это минор, это мажор. Это знакомая вам форма, и вы можете их перемещать по грифу, зная, что переместя какую-либо форму, вы не измените структуру аккорда. То есть у вас, если это была мажорная форма, допустим, вот аккорд ре мажор, то сдвинув ее на тон, это останется тоже мажорная форма, только аккорд будет ми мажор. Таким образом мы будем мыслить и в соло, и в иных элементах, не только в построении рифов, в построении полноценных композиций. Попробуем воспользоваться такой всем известной формулой, как параллельные тональности. Поскольку параллельные тональности объединены в таком понятии, как диатоника, пожалуйста, тем, кому непонятно, откатитесь к моим предыдущим видеоурокам, либо посмотрите что-либо подобное на ютубе, я продолжу. Параллельные тональности. Возьмем, допустим, соль мажор, тональность соль мажор. Нам нужно каким-то образом научиться видеть чекпоинты, так называемые, такие моменты, такие элементы на грифе, где мы будем останавливаться фиксированно и уметь обыгрывать какие-то кусочки. Итак, давайте возьмем тональность соль мажор. Мажор, вот аккорд, вот его гамма. Параллельная тональность соль мажора это ми минор. Вот аккорд, вот его гамма. Как мы видим, соль и ми находятся на расстоянии малой терции друг к другу, это если идти от соль к ми, соответственно, то есть вниз по звуку. Мы всегда будем видеть такое соотношение, поскольку строй равномерно темперированный. Ничего не меняется, куда бы что ни шло. Разве что, если мы двигаемся относительно данной ноты вниз или вверх. Понятно, что если мы будем двигаться вверх до ноты ми, я еще раз напоминаю тему, получается, тема обращения интервалов, у нас получится здесь секста. Вот, и в мажоре, соответственно, это будет большая секста. Так вот, мы двигались вниз, и мы увидели то, что у нас малая терция вниз, это ми. Соответственно, гамма ми минора. Если мы же сыграем ми минору второй ступени, а соль мажор от седьмой, то получим лакрийский лад, или по-другому, просто сыграем от седьмой ступени. Вот, как вы видите, это замечательно укладывается в соль мажор. А тем, кто уже знаком с боксами, думаю, об этом вообще напоминать не надо, они уже это все играют. Вот, гамма соль мажора. Я ее продублирую в октаве. И таким способом я вижу уже... То есть вариантов много, как я могу теперь двигаться. И дабы отвязываться от боксов, пытаюсь мыслить диагонально. То есть, пройдя где-то по какому-то месту... Я пытаюсь двигаться либо квинтами, либо терциями, либо другими интервалами. Это откат к преждим урокам, в которых мы говорили о визуализации интервалов. Замечательно было бы, если бы большинство из вас уже видело, допустим, ну, к примеру, что вот это квинт, что вот это терция, это малая, это большая, это кварта. Тогда от таких занудных вещей, как счет, вам придется избавиться и вообще о них забыть. Вот, что я имел в виду. Забыть это значит просто форму, в конкретную форму вы будете закладывать уже какое-то конкретное расстояние, какую-то длину. Так гитаристы все мыслят, поэтому если они что-то произносят и говорят там, вот терция, вот там секста, запомните, они не считают ничего, они просто знают, как это выглядит. Вот и все. Двинулись дальше, вот у нас соль мажор. И теперь привяжем к нему арпеджио соль мажора. Нет ничего проще. Мы сыграем арпеджио, как делает опять же это все, по самой форме. То есть вот у нас форма аккорда G, и здесь я сыграю всю эту форму, только плюс добавлю еще третью ступенью, ноту C вот здесь и ноту C вот здесь. Получится вот такой. Вот такая незатейливая аппликатура арпеджио. Здесь у нас пул, тут микробаре, вот оно. Здесь тоже микробаре. Получаем. Есть еще диагональная форма, которая тоже уже должна быть многим знакома. Мы ее играем просто дублируя ноты мажорного трезвучия в октавах. Октава, октава, соответственно, соль си ре, соль си ре, соль си ре. И таким образом получается, что мы приходим вот к такой вот форме соль мажора. К такой форме соль мажора, которая визуально напоминает нам аккорд С. То есть она в форме си ре, в таком виде у истоков грифа находится. Вот у нас соль мажор, и теперь мы играем арпеджио по его форме. Получается, для тех, кто все-таки понимает визуализацию, вот у нас большая терция, малая, кварта. И снова малая терция, это по одной струне. И здесь рядом у нас замечательно в концепцию соль мажора вписывается аккорд его параллельной тональности, ми минор. Вот мы только переносим мизинец, и вот здесь вот зажимаем ноту ми еще раз. Вот она у нас. Теперь у нас получился ми минор. И мы видим его гамму. Соль мажор, ми минор. Можем сыграть, допустим, это по какой-то части бокса. Вот у нас. А теперь соль, и теперь ми. Дальше я играю то же самое, что играл. И здесь играю от фа диеза, от седьмой ступени мажора и от второй ступени минора. Вот у нас минор. Вот это тот же лакритский лат, о котором я говорил. И здесь у нас уже знакомый нам мажор. Вот у нас нота соль. Соответственно, у нас была форма в виде с, а теперь будет форма в виде а. Вот такая вот. Соответственно, арпеджио по нему будет вот таким. Очень элементарно, потому что я играю, прижимая средним пальцем, как будто, ну, аккорд А. Три ноты подряд. Соответственно, вот теперь здесь мы можем визуализировать. Соль мажор. И теперь вот у нас рядом тут же ми минор. Вот он. И то же самое у нас теперь будет отсюда. Вот мы пришли с вами в октаву. То есть мы прошли путь в 12 ладов. Давайте бегло, быстренько посмотрим, что же мы прошли. У нас есть соль мажор. И его параллельная тональность ми минор. Я мыслю в куче, но тоника соль все-таки. Получаем. Гамма ми. Сам ми. Связующая часть между параллельными тональностями, если мы идем от минорной параллельной к параллельной мажорной, лакритский лад. Здесь аккорды упоминать пока не будем. Соль мажор и его гамма. По лакритскому ладу достаточно играбельно сыграть вот такое. То есть, потому что прямо в него вливается, если вы играете вот такое, при которой, как я. И здесь мы, сыграв по диагонали, приходим вот в такой вот вид соль мажора. Ми минор. Видим. Здесь у нас получается тот же лакритский лад. И вот у нас снова соль мажорная гамма. Ничего не изменилось. Мы просто все, что играли здесь, перенесли в данную точку грифа. То есть, вот вам одна игровая зона, вот другая. Получается арпеджио одного аккорда. Другое арпеджио. Вот оно у нас. И еще одно арпеджио. Ну, то есть, если мы будем играть арпеджио минорных аккордов, наверное, у нас ми будет вот здесь. Ну, и соль снова, соответственно, будет здесь. То есть, здесь. Мы таким же образом можем повторять все, что уже делали до этого. То есть, вот такая вот диагональ тоже, в принципе, получается. То есть, потому что мы тут спускаемся, приходим вот в эту область, обыграем тут мажор и минор. Ну, и снова возвращаемся к тому, что уже делали. То есть, мы брали соль мажор в форме аккорда А, ля мажор, то есть, такой он у истоков. И, соответственно, приходили в параллельную тональность ми. А вот это у нас одно и то же, что мы берем и здесь. Таким же образом вы можете мыслить в любых мажорных тональностях, не минорных, какая разница. И вокруг подобных форм, подобных чекпоинтов, как я уже выражался так по-геймерски, формировать свою область мышления. Дальше сложнее, вам будет проще. Потому что, если вы будете обыгрывать аккорды многоэтажные, какие-то аккорды более сложных текстур, вам будет понятнее, каким образом они формируются вот на этом, на матрице всего вот этого шаблона, который вы уже для себя создали. Это очень важно. Не забывайте об этом. Импровизация, она как раз таки строится на каких-то концепциях, которые уже заранее созданы. И визуализация грифа это одна из основ импровизации. Слышать музыку обязательно. Это 99,9% всего, что делает любой музыкант. Но все-таки технические моменты, какие-то хитрости и лайфхаки, они всегда есть и остаются. Вот эта вот вещь, о которой мы сегодня говорили, очень важна. Не забывайте работать с такими вещами. Все, что я здесь показал, это только маленькая толика от какого-то 1% всего, о чем можно поговорить, говоря о визуализации грифа. Но, думаю, вам пригодится. Всего доброго. Занимайтесь. Успехов в занятиях.